Антон, ты не занят? Очень занят. Я тренирую сон, у меня в субботу соревнования. Я хотел напомнить, что сейчас твоя очередь убирать в комнате. Слушай, у меня в универе там... Я узнал, у тебя сегодня больше нет пар. А, ну тогда я в клубе... Кристина сказала, что у тебя выходной. Я спросил у Майкла, вы никуда не собирались идти, отец твой в Эмиратах к зубному не назначено. Слушай, Валют, давай так. Ты вместо меня сегодня сделаешь уборку в комнате, а я вместо тебя выйду в патруль. Что? Какой патруль? Общественный. А, тебе Камена разве не говорила? Нет, расскажи. Значит так, по очереди мы выходим в патруль. Ну, следим за порядком в общаге, Камена же одна не успевает. Вот мы и помогаем. И сегодня, кстати, твоя очередь. Ну, ты не переживай, я выйду вместо тебя. Нет-нет-нет, если это обязанность каждого, я сам выйду на дежурство. Есть какая-то униформа? Конечно. Сейчас. О, вот. На рукавную повязку. Обычный галстук? Между прочим, это Александро Перотти. Кто? Первый патрульный. А, и головной убор не забудь. Нет. Во, только носи всегда козлёк на бок. Ну, чтобы все видели, типа, о, патрульный идёт. Ага, спасибо, Антон. А когда заступать на дежурство? Да вот, уже через 15 минут. О, а свисток нужен? А что, у тебя свисток есть? Нет, но могу купить. Так давай быстрее беги, покупай. Я-а-а. Представляете, меня пригласили сниматься с кино. Серьёзно? Да, сегодня видела объявление. Для съемок боевика требуется симпатичная девушка. Я иду на кастинг. Да, а может, я тоже схожу? Нет, нет, я когда в список записывалась, в последнюю строчку вписалась. Мест больше нет. Нож, ну ты же не актриса. Детка, поверь, я выиграю эту войну. У меня свинца на всех хватит. Меня взяли, а вы мне не верили. Меня взяли. А вы мне не верили. Молодец, здорово. А что за роль? Ничего я тебе не скажу. Ты можешь меня пытать. Это у меня текст такой. Ты, наверное, главная героиня. Нет, это как бы все мои слова. Но это столько начало. Милый Юрьевич вообще с рекламы начинала, а у меня уже роль со словами. Полный метр. Наверное, придется мне агента нанимать. А может мне псевдоним надо выбрать? Мария Блондия? Белокурья Бестия? Секси Бейба? Офигенная малышка. Гостей будут встречать велкам-дринк, канапе, тарталетки, десять бутылок шампанского и десять бутылок вина. Девять бутылок вина. Игорь, я же тебе сказала, ничего здесь не трогай. Иди сюда быстрее. Да уж. Он у вас очень активный. Не то слово. Яночка, вы говорили, что у вас крупная организация. Конечно. Отлично. Значит, у вас есть детские аниматоры. Ну куда же без них? У нас огромный штат, я даже всех не помню. Ну слава богу. Игорь может с ними посидеть? Ну, получается может. Только это будет стоить пять тысяч. Пять тысяч? Ну, три для вас скидка. Даже так? Мне показалось, что пять это очень дешево. Ну раз в три, это вообще здорово. Ну что, малыш, ты готов пойти в зоопарк, покататься на аттракционах, поесть сладкой маты? Но мультики смотреть гораздо интереснее, правда? Но ты уже обещала, что мы пойдем в зоопарк. А, представляешь, в зоопарке все животные заболели ветрянкой. Да. Как торт не привезли? Хорошо. Скоро буду. Игорек, а ты же уже взрослый мальчик. Сможешь тут один посидеть, а? Ну, я ненадолго. А ты пока телевизор посмотри. Порисуй. Пока. Ты кто? Игорь. Какой Игорь? Ты зачем оставила в блоке ребенка? А что, он же просто сидел рисовал. А что ты ему так мало листов оставила? Майкл, мне нужно срочно найти торт. Посиди с ним, пожалуйста, часик, пока я тут бегу, а? Пять. Пять тысяч? Пять звезд. Спасибо. Спасибо, спасибо. И стали Горыныч и Алеша Попович биться. Бились день, были два, три. Победил Алеша Попович Горыныча. Ну и поехал, Алеша. Японский бог. А кто это у меня тут в пожарных играет? А ты кто такой? А мамка твоя где? Мама оставила меня с тетей, а тетя оставила меня с дядей. Дядя читал сказки и уснул. А я писать хотел, пошел и заблудился. Да горишь ты, моя Луковая. Тогда пойдем ко мне. Будем искать твоих маму и папу. А у вас есть шоколадка? Ну, у меня тут один дядя плафон разбил. У меня теперь целая коробка конфет есть. Общественный патруль. Химических отходов нет? Пестициды, тяжелые металлы, щелочи, продукты переработки нефти. Продолжайте. Общественный патруль. Это вы испортили имущество общежития? Нет. Я бы хотел провести экспертизу сверки почерка. Дебил. Что надо? Общественный патруль. Требую понизить уровень шума в вашем блоке до 70 децибел. Слышь, децибел, вали отсюда, пока цел. Предупреждаю, я буду вынужден применить санкции. Подержи. Я этого так не оставлю! Мария. Ну, как вы? Хорошо. Помните слова? Конечно. Я всю ночь текст стучила. Потом подруг попросила проверить. А сегодня встала в 7 метро и еще раз все повторила. Хотя нет, подождите. Да, все точно помню. Ну, какая вы молодец. Я думал, что вы месяц будете учить. Даже вам большие такие заказали листовки, чтобы вы где-то вспомнили лучше. Суплера наняли, да? Вы прям молодец. График нам съемочный спасли. Прям ух. Ну что, давайте тогда попробуем? Ребята, давайте. Камера, мотор. Камера, мотор. Размашите дым. Давайте, все нормально по дыму. Снимаем. Приготовились. И начали. Где твой муж? Он нам денег должен. Я ничего вам не скажу. Вы можете меня пытать. Тогда ты нам больше не нужна. Слушайте, а я не поняла, я люблю своего мужа? Стоп. Да. Вы любите мужа. Угу. Давайте еще дубль. 13, первый, третий. Начали. Где твой муж? Он нам денег должен. Я ничего вам не скажу. Тогда ты нам не нужна. Потому что мой муж был прекрасный человек. И мы с ним были очень счастливы. Я помню, он мне подарил розу на первое свидание. И я как увидела... Стоп! Мария, что за текст вы говорите? Ну, вы же сами сказали, что я люблю своего мужа. Я хочу, чтобы зритель тоже увидел. Вы любите своего мужа? Угу. Но надо помнить текст. Вы же учили. Я помню. Давайте думаем. Слушайте, а от моего жереля пули можете скачать ему в ногу? Так же бывает в фильмах. Я ничего вам не скажу. Вы можете меня пытать. Вы знаете, мне кажется, что это платье слишком богатое. Муж был очень богатый человек. У него была, правда, любовница. Ну, и вы были. Но деньги он оставил вам, понимаете? У него была любовница? Да, у него была любовница, но она умерла. И это все на что ты способен? Что способен? Что вы говорите? Ну, я просто подумала, что она сильная женщина. И с первого раза ее не убить. Нет! Надо ехать. Хорошо была, красотка. Да не сговорчивая. Я перезвоню. Меня убили. Стоп! Что? Откуда у вас телефон? Держи. Еле-еле нашла новый торт. Только вы там это... Нолик дорисуйте кремом к пятерке. Хорошо. Сделаем. Угу. Яночка, ну как там мой Игоречек? Ой, все очень хорошо. Аниматор его развлекает, играет с ним. Ну и отлично. Яночка, понимаете, у нас такая ситуация возникла. Некоторые гости не предупредили, приехали с детьми. Давайте мы их тоже к аниматорам отправим. Ну, я даже не знаю. Ну, мы, конечно же, доплатим. Хорошо. Но только тогда без скидки. Проходите, дети. Сейчас вы будете играть с дя... Майкл! Турбил он головы Горынычу и... А ты кого читаешь? Где, Игорь? Так, где? Ясно же, где прячется. А я сейчас дочитаю и пойду его искать. Условия у нас такие. А ты зачем себе его субордом нарисовал? А, это, Игорь, решил проверить, идет мне борода или нет. Кстати, нифига не оттирается. А это что за дети? Привет. Майкл, родной, выручай пару часиков. Мне кое-что надо доделать. Ты издеваешься? Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. За это, кстати, платят. Сколько? Десять тысяч. Яночка. Ну, когда я тебе отказывал, Янчик? Елочка. Ух, ты какой мальчик. Спасибо, я быстро. Пока. Так, а где Игорь? Игорь! Игорь! Игорек! Так, Игорь! Игорь! Выходи! Игорь, ты где? Я сейчас. Игорь! Не-не-не-не, я про уборку помню. Я просто в магазин пошел купить там всякие тряпки и моющие средства. Антон, у меня при патрулировании возникли проблемы. Так. Ко мне, как представители закона, проявили неуважение и не прислушались к моим требованиям. Ну, старичок, тогда бросай значок на стол и выходи на пенсию. Ну, хорошо, тогда давай поменяемся, чисто по-дружески. Я с ними разберусь, а ты с уборкой. Нет-нет, я не могу оставить свои обязанности. Надо придумать какой-то план действий. Тогда тебе нужно воспользоваться спецсредствами. Какими? Дубинка, пистолет, шокер. Тебе коменды ничего не выдавала? Нет. Думает, мы голыми руками должны работать. Ну, хорошо, я тебе дам свой шокер, только ты его не потеряй. Ну, а то потом, как я-то, в патруль выйду. Конечно, конечно. Спасибо, Антон. Да не за что. Мы же патрульные, мы же братство, сила и честь. Что? Ну, наш девиз, сила и честь. Я не подведу патруль, сила и честь. Ну, ну, ничего. О, опять ты. Ты, если так часто будешь приходить, может, за чипсами сгоняешь? Немедленно выключите музыку, иначе я буду вынужден применить силу. Ты чё, бессмертный, что ли, а? Я предупредил. О, секундочку, я посмотрю, как он включается. Держи, патруль. Значит, ты не скажешь нам, где твой муж. Тогда ты нам не нужна. Маша! Маша! Чего вы так долго дергаетесь, а? Тебе надо просто, быстро и тихо умереть. Ну, я думаю, так будет более убедительно. Думай! Значит, ты не скажешь нам, где твой муж. М-м-м. Тогда ты нам не нужна. Чё ты делаешь, а? Чё ты делаешь? Чё вы делаете? Я пишу имя убийцы. Кровью. Как, кстати, зовут вашего персонажа? Тогда ты нам не нужна. Вали её ещё раз. Готовнишь ты или нет, а? Тогда ты нам... Кх-кх-кх-кх-кх! Ещё раз! Теперь я за вас всё переснимаю. Соберитесь, пожалуйста, всё-таки съёмка. Так, вы пока сидите здесь, а я пойду, Игоря, поищу. Нифига вы тут не посидите. Сейчас вместе пойдём искать. Дай сюда. Дай. Ничего. Так, ну-ка, не сюда. Куда ты... Стой! Куда нельзя! Стой! Стой! Ага, попался! Попал! Так, а ну-ка, все сюда! Игорь! Игорёк! Игорь, ты где? Игорёк, выходи! Игорь! Игорь, ты где? Ты куда пропал, Игорь? Игорёк! И... Ну, что же ты хотела? Тихо! Да! Ну, как ты там? Справляешься с детьми? А, ну, всё хорошо, всё здорово. Мы для тебя... В пиратов играем. Я чёрная борода. Молодец. Игорь, ты куда пропал? У тебя что, Игорь пропал? Нет, не пропал. Он просто уплыл с нашим золотом. Мы пытаемся догнать его и отобрать. Вот. Всё, не могу говорить, у нас абордаж. Ну, всё, детишки. А, типа... Не понял? Куда Илья пропал? Он отвязался. Он сказал, что не хочет в пиратов играть. Илья! Илья! Игорь, Илья! Да не знаю я, чей это мальчик. Вы полиция. Вы и разбирайтесь. Подождите минутку. Малыш? А... А ты откуда? Тоже потерялся? Наш дядя связал, а я отвязался и убежал. Боже ты мой. Тут маньяк. Срочно приезжайте. Прикинь, моющего средства не было, а пива было. Ой, я потом схожу, сказали, завезут. Антон, у меня не получилось справиться с хулиганами. Ну, правильно, ты же ещё новичок. Да ладно, не переживай, ты так. Такие, как они сами себя истребляют. Нет, я этого так не оставлю. Надо вызвать полицию. Зачем? Не надо в полицию. А как? Ну вот мы с Майком всё решали сами. А ты сейчас позвонишь в полицию, признаешь несостоятельность общественного патруля. Перечеркнёшь наш многолетний труд. Ты прав. Нужно всё решать самим. Вот это другой разговор. Пойдём, ты как опытный патрульный мне поможешь. Чего? Ну ты же сам сказал, мы братство, должны помогать друг другу. Сам сказал. Пошли. Брат. Значит так, будь здесь, я по-то сам разберусь. Кепку-то на... Да не надо, мне и так все знают. Чего тебе? Слышу. Вот у одного Чурика шокер отобрали. Возвращайтесь и можете бухать дальше. Так ты сумь пальцы в розетку. Будь тебе шокер. Значит так, брат Пятикантропа. Сейчас резко возвращаешься и бежишь за шокером. Потом притворяешься Лениным. А я притворю, что никогда не слышал твой писк. Ты понял меня? Понял. Понял. Сейчас принесу. Вот и славненько. Вот так бы и сразу... Ха-ха. Испей трогать патруль! Сейчас мы сделаем крайний дубль. И я уверен, что он получится. С Богом! Дымим! Мотор! Камера! Папушка где? 13,5-3-й. Мы сможем, друзья! И... Начали! Зачем ты ее убил? Она бы нам все равно ничего не сказала. Тогда пошли искать ее мужа. Извините, у меня вопрос. Алло, Ян. У меня тут проблемка одна. Как бы тебе сказать-то, а? В общем, я детей потерял. Да не ори ты так! Я ж не всех! Я только двоих. Ну, хочешь, заплати мне два раза меньше. Подожди. Добрый день. Здравствуйте. Я перезвоню. Чем могу помочь? Это у вас... Это я к конкурсу готовлюсь. Двойников Стаса Михайлова. Ясно. Тут звоночек поступил. Вы подозрительного ничего не видели. Не видел. Дяденька, движите меня! Я писать хочу! А, это я фильм смотрю. Один дома. А ну-ка, отойди. Я понимаю, как это выглядит. Дяденька, я в туалет хочу. Тут такая ситуация. Дети, малька, осторожно, тихо. Ору, глаза, больно. Больно. Стойте, стойте! Не трогайте его! Он аниматор! Я аниматор! Ешкин кот! Ну, зачем вы с ними связались? Это же хулиганье. Ну, мы же патруль. Мы должны пресекать правонарушения. Че? Какой еще патруль? Че, так сильно шарахнули, да? Ну, как же, патрульное братство, сил и честь, бейсболка козырьком на бок. Будейка, нет никакого патруля. Ты, ты знаешь, ты сегодня отдохни, поспи. А завтра в поликлинику сходи к этому. А ты че, реально поверил, что ли? Я думал, ты просто подыгрываешь. Ну, че не сказал-то? Уборка. Старик, у меня травма. Уборка. Окей. Ну, чего? Как съемка? Ну, отлично. Да? Режиссер сказал, что я вообще новая Анжелина Джоли. Так здорово, я за тебя рада. А это че, за диск? Со съемок, да? Нет. Как нет? Написано. Снятый материал для Марии. Ну да. Давай посмотрим. А может, потом, когда фильм выйдет? Зачем ты ее убил? Она бы нам все равно ничего не рассказала. Тогда пойдем и найдем ее мужа. И все? А где твой текст? Где твоя игра? Где ты похожа на Джоли? Ну, мы просто с режиссером посоветовались и решили, что так лучше. Так сцена выглядит ярче. И вообще, язык тела скажет больше, чем слабо. Вот это ты здорово сыграл. Вот знаешь, прям верю. Ой, Маш, мне прям кажется, тебе, наверное, Оскар дадут, а? Правда, я не знаю, есть ли номинация за роль десятого плана. Между прочим, это первый опыт. Да, Маш, первый, но зато какой. Давай скорее создадим тебе фан-клуб ВКонтакте. А я пока страничку в Википедии сделаю. Класс! Мама! Ой, Яночка, спасибо вам большое, вы нас так выручили. Ну что, сыночка, тебе понравилось? У нас там возникли небольшие проблемы. Было здорово. Полицейские, пираты, захват дяди. Круто вообще. А знаешь, тебе вообще-то идет бородка. Не оттирается? Нет. Попробуй другим осьеном. Кстати, заказчица спрашивала, а не может ли в субботу этот же аниматор посидеть с детьми? Чего? А я сразу не это сказала. Ну, просто решила спросить на всякий слотик. Яна, мне сегодняшнее общение с детьми на месяц хватит. А, то есть через месяц, если... С макина. С макина. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин